Наступила долгожданная многими 31 мая и это последний в этом году весенний анонс газеты Одинцовская неделя. Давайте вместе полистаем страницы этого номера. Старт добра и милосердия объединил более 400 человек. В этом году уже в седьмой раз. За все это время организаторы благотворительного мероприятия собрали уже полтора миллиона рублей. На что идут выручены средства, рассказываем в репортаже. Ставку НДФЛ повысят в зависимости от размера доходов, НДС не изменится, а вот налог на прибыль тоже вырастет. Налоговую систему ждут масштабные перемены. Новации могут заработать уже в январе следующего года. Наша землячка Мария Гордеева стала победительницей новой фабрики звезд. О творческом музыкальном пути, планах на будущее и впечатлениях от участия в реалити-шоу читайте уже в нашем эксклюзивном интервью. Простые тузики и барбосы здесь не служат среди собак-кинологов Санта и Гепард. Наш корреспондент побывал на чемпионате, где 164-ногих напарников продемонстрировали свои навыки и достижения. Сегодня последний день весны, это значит, что уже завтра наступает пора долгожданных отпусков. Неделя рассказывает о новых венях, горячего отдыха, но горожане уже по традиции поделились, как будут проводить это лето. В детстве я всегда ездила по детским лагерям. Очень любила ездить по разным сменам, которые были и тематические, и просто, и любила участвовать в мероприятиях, проводить активный образ жизни, общаться с ровесниками. В этом году планируем первый раз пойти в лагерь. Посмотрим. Будет очень классно, я думаю, так. Отдыхать на море, купаться, загорать. Мы сначала будем дома, потом мы надеемся куда-то поехать отдыхать, конечно же. Я буду сдавать свою сессию, потом, наверное, буду отдыхать с друзьями где-нибудь на даче, там, в речке купаться. Эти и другие новости читайте в пока еще весеннем номере Одинцовской недели. Бумажный вариант газеты можно найти на наших фирменных стойках, а электронные прочитать на сайте. С вами была Олеся Лукина. До встречи на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok